В октябинских рынках начали появляться буквально недавно. Рост динамики наблюдается на товары первой необходимости. Видимо, теперь октябинцам придется потянуть пояса, ведь только за последний месяц стоимость муки, риса, молока, яиц и гречки выросла в разы. Меморандум, который заключен с крупными торговыми сетями, у торговой наборки более 10%, наши сети удерживаются. И для населения, как бы они идут на уступки, где-то могут они, да, на другие виды не социально значимые, они могут накрутить больше, но именно на социально значимые идут, если это молоко, то это 3%, скоропорт, овощи это 5%, и поколение это 10%. Как оказалось, в прошлом году за необоснованное повышение цен на продукты питания были оштрафованы несколько компаний. В настоящее время только по городу Ак-Тубе действует 39 торговых рынков. В основном на них реализуют продукты из стабилизационного фонда или местных производителей. Однако это не помогает удержать цены на товары первой необходимости. Мы в недоумении, почему цены на овощи, которые завозят с юга или Узбекистана, ниже, чем на местные овощи. Овощи, которые привозят, например, Шимкента, намного ведь дешевле местных. Они платят за транспортировку, дорогу и так далее. Зато наши продукты из теплицы, которые ни за что не платят в разы дороже. Вы можете ответить, почему? На данный момент мы дали предложение Управлению сельскохозяйства проработать механизм возвратного займа для Айса и Милка Лэн. На данный момент оператором стабилизационного фонда является Управлением сельскохозяйства. Ответа от чиновников общественники так и не услышали. В свою очередь ими было предложено поменять систему. Ведь стоимость товаров – это целая цепочка составляющих. Предприниматели вынуждены продавать продукты дороже, так как цены диктуют оптовые поставщики. Вы можете посчитать, через сколько рук проходят эти товары, прежде чем попасть на полки магазинов. Вы можете подумать, каково будет пенсионерам. Но чтобы только молоко купить, им летит в копейку. Сами производители тоже ничего не выигрывают. Тут виноваты только посредники. Они накручивают цены. Необходимо менять систему. Нужен центр, который будет все контролировать и работать согласно ГОСТам. Отметим, в ближайшее время чиновники планируют провести ряд мероприятий по заморозке цены. Ожидается, что в течение месяца актюбинцы смогут приобрести товары первой необходимости по старой цене. Как в крупных торговых сетях, так и на специальных ярмарках. А вот как будут дальше удерживать цены, пока неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова